Адмирал Чисто зрительской точки зрения, наверное, весьма интересен, но с исторической точки зрения не выдерживает фактически никакой критики. В нем очень большое количество ошибок, и, скорее всего, создатели этого фильма просто выбрали, ну, все знают историю любви Колчака и Тимиревой, они выбрали эту такую достаточно интересную историю и, в основном, сосредоточились на ней, сильно сэкономив на исторических консультантах. Чисто зрительская, на основе большого количества источников, главными основными это являются, естественно, допросы Колчака, которых я бы очень рекомендовал прочитать, они весьма интересные, Колчак оценивает свою деятельность вообще в итоге во всей своей жизни весьма, ну, скажем так, он ее оценивает очень хорошо, то есть, он доволен своей деятельностью. Много написано исследований по его жизни и деятельности, в основном, они касаются все равно гражданской войны, и серьезных исследований, таких очень интересных, хочется выделить монографию Кручинина, она так и называется, «Адмирал Колчак». Ну, а для тех, кто хочет познакомиться с жизнью Колчака, ну, скажем таки, более понятным, ясным языком, есть сестрички Роман Виктора Поволяева, тоже называется «Колчак». Фактически, участие будущего адмирала в войне начнется до ее начала, в 1906-1967 годах. Дело все в том, что после фактически поражения в русско-японской войне Россия не имела никакого флота. В распоряжении моряков, морского генерального штаба и морского министерства оставались только кораблей времен еще севастопольской обороны. То есть, по сути, ведомство не работало. В 1906 году там создается специальная комиссия под руководством Брусилова, в которую вошли многие известные офицеры того времени, в том числе и Калчаки, и они начали создавать программу, ну, заново создания флота в России, то есть создания новых кораблей и создания новой морской доктрины. К сожалению, программа была буквально через год свернута, новый военный морской министр не заинтересовался ей, он считал, что России фактически не нужен флот, есть армия, ее хватит, хотя, как бы, ну, страна, имеющая столько выходов к морю, как она может не иметь флота, это, ну, нереально. В итоге Калчак, конечно, был недоволен, он уходит в полярную экспедицию и возвращается уже только в 1911 году. Программа снова возвращается и она начинает достаточно активно развиваться. Именно где-то в этих годах вообще военно-морское ведомство и вообще военное ведомство понимают, что скоро грядет будущая большая мировая, ну, во всяком случае, европейская война, и ее соперником будет Германия. В принципе, это было, ну, понятно, в Европе в то время установилась так называемая Белла Эпоха, то есть прекрасная эпоха, Европа не видела войны уже, ну, почти 40 лет, то есть крупная последняя война была франко-прусская. И вот как раз победа Германии во франко-прусской войне, неожиданно такое вот сильное возвышение Германии, священно-германской империи, привок к тому, что Германия начинает активно наращивать свой военный потенциал и проявлять очень неумеренные аппетиты. В ходе франко-прусской войны достались буквально несколько колоний, в основном это острова были и ряд государственных восточной Африки, и, конечно, хотелось больше, особенно сравнивая себя с такими крупными колониальными державами, как Англия или Франция. И, как бы, уже с этого момента становится понятно, что будущим соперником будет Германия. Работа офицеров по этой программе была весьма плодотворной, с этого момента и во время войны входили в строй новые корабли, в частности, это корабли типа «Севастополь», это линкоры, древноуты типа «Измаил», «Севинцы» типа «Новик», новейшие подводные лодки. Вообще, практически весь флот, которым Россия в дальнейшем вступит в Великую Отечественную войну, был создан как раз по этой программе. То есть, ну, все линкоры точно участвовали, крейсера тоже практически все, единственное, были заменены подводный флот и эсминцы, скандинные миноносцы. Ковчак же в это же время выпускает очень полезную для того времени книгу, высокооцененную, Служба генеральных морских штабов, которые он оценивает деятельность штабов ведущих стран. То есть, по сути, это было, скажем так, пособие по тому, как будут действовать противники в ходе будущей войны. Но программа фактически уже заработала, то есть, полного контроля именно ее создателя, то есть, Ковчак, по сути, являлся одним из создателей, не было. Он устал, как он сам говорил, о штабной работе, и он приходит по приглашению тогдашнего командующего Балтийским флотом адмирала Эссена. К нему на флот. Его назначают командиром сначала эсминца, Ковчак еще с русско-японской войны, с замечательным минерам. Он затем становится капитаном оперативной части штаба флота, и вот как раз в основном плавает на вот этом эскадренном миноносце. В это время на флоте идет масштабная подготовка к войне, проводится осмотр баз, подготовка их, переподготовка, переоборудование флота, то есть, полная, полномасштабная подготовка к войне, составление планов минирования. Но все-таки Россия оказывается втянутой в войну неподготовленной. Это отмечают многие исследователи, что России война нужна была в меньшей степени, чем остальным странам. И о неизбежности этой войны Ковчак узнает, когда он находился в отряде подводного плавания в Балтийском порту. Поэтому Эссен, понимая, что вот разрыв уже с Австрией и Германией неизбежен, отдает приказ начать поставление минных полей в Финском заливе, в Балтийском море. Они пошли на это, адмирал Ковчак и Эссен пошли на этот шаг с большой опаской, потому что если бы война в тот момент не началась, это грозило бы крупнейшим международным скандалом, государство, которое в мирное время начинает подготовку к войне, которое начинает ставить мины у вражеских берегов, это грозило бы серьезным разрывом отношений. И уж тогда Россию выставили бы просто агрессором, который и начало, во всяком случае, войну. Но в итоге за буквально несколько месяцев перед войной было установлено около 606 тысяч мир, которые перегородили входы в Рижский и Финский заливы. И у германского командования был свой план по нападению на Петроград, в частности, по его плану предполагалось, что ФОД под командованием Генриха Прусского просто обстреляет Петроград своими орудиями. В основном это орудия были крупного калибра, уничтожат, то есть основную часть города, затем высадят сильные десанты, которые фактически захватят город. Ну вот, как раз благодаря минированию этот план не был выполнен. В России немцы начнут утверждать, что они вынудили наш флот забереться в Финском заливе, но это было неверно, так как мины были поставлены своими русскими и поставлены с таким расчетом, чтобы наши могли выходить и атаковать конвои, а вот немцы уже такого не могли себе позволить. Здесь такое отступление сделать. Дело все в том, что уже в Первой мировой войне крупные морские сражения, которыми славились 17, 18, 19 века, уйдут в прошлое. Дело все в том, что корабли теперь у нас полностью металлические, это дредноуты, их строительство, не в пример строительства деревянных кораблей, обходилось весьма дорого, то есть построить крупный линкор, это очень большие средства, не сопоставимые с строительством деревянных кораблей. И, естественно, отправлять корабли буквально, чтобы их уничтожили в первом бою, чтобы они пошли буквально на утиле, это было, ну, верхом, наверное, неразумие. И как раз в основном уже с Первой мировой войны уходит на тактику составления флота из миноносцев, то есть установки мин и подводной войны, то есть подводных ходок. Но в Первую мировую войну это уже ничего, ну, такого сильного развития не получится, хотя Германия свой подводный ход разобьет очень сильно. В основном это все-таки сыграет во Второй мировой войне. Тяжелые же корабли, линкоры и крейсера в основном будут использоваться, как, скажем так, пугающая сила. То есть своим присутствием они просто будут скрывать действия других флотов противника. А основной же целью кораблей и русских, и немецких станет прерывание морских конвоев. Ну, вот, в основном это станет актуально для России. Дело все в том, что Германия, даже при своей большой территории, которую она занимает в Европе, эта страна не богата теми ресурсами, которые очень необходимы для военного строительства. В первую очередь это полиметаллические руды и, ну, в частности, уголь, железная руда. Там можно привести пример, вот, как раз уголь и железную руду Германия поставляла и в Первую, и во Вторую мировую войну, и в Швейце, и полиметаллические руды из Турции. В чем пойдет разговор дальше. Ну, в итоге, вот, это как раз карта минирования, то есть как был заминирован, заминирован на Балтийское море, то есть был заминирован вход в Финский залив, как раз на Петроград и Кронштадт, были заминированы подходы к Риге, заминированы подходы к Данцегу, то есть в нашем городе, и установлены мины на банке, так называемой банке Штольпа. Дело все в том, что проход мимо побережья Швеции и Германии был и всего до вас, то есть это вдоль современного польского побережья, то есть вдоль Данцига, и вдоль современного, ну, и тогдашнего шведского побережья. В основном все предпочитали вот этот проход, дело все в том, что он более широкий и наиболее глубокий. Здесь очень много рифов, очень много мест, где можно просто сесть на мир. Ковчег же устает, в то время он фактически весь начальный период войны находился на штабной работе, он от этого устает, и современники, и историки не раз отмечали, что это был такой человек, который стремился сам участвовать во всех боевых действиях, и он тогда уже хотел руководить минной дивизией, но назначение его на эту должность, а, соответственно, присвоение следующего воинского звания откладывалось. Это было связано и с разными, скажем так, настроениями в военно-морском ведомстве, это было достаточно такое, особое ведомство там часто разыгрывали свои операции, и вот как раз из-за этого они хотели давать следующее звание. Но в итоге в 1915 году Ковчег становится командующим минной дивизией, и там он как раз проживает одну из труднейших операций Первой мировой войны. Когда наши войска обороняли Ригу, как раз было заминировано подход к Риге. Дело в том, что Первая мировая война, авиации еще как такого активного средства по помощи наступающим войскам нет, артиллерия есть, но она не настолько мобильна, насколько она станет во второй, в середине 20-го века. И, как ни странно, но основным помощником наступающих и отступающих войск, особенно прибрежных городов, станет флот. В основном корабли, особенно линейные и крейсера, вооружаются орудиями калибра свыше 100 мм. На крейсере таких орудий обычно доходит до нескольких десятков, и, как бы, если несколько кораблей войдут в бухту города, они смогут спокойно поддерживать отступающие войска, что и было создано при обороне Риги. Но в этой же обороне Ковчег провел свою первую десантную операцию, полностью спланированную. В те времена десантная операция это было фактически новшество, это все равно, что если сейчас в войска начнут поступать роботы, то есть это станет таким, мама того, что это будет новым веянием, это еще станет очень оглушающим фактором для противника. Представьте себе, вот вы спокойно наступаете, как бы, ведете наступательные порядки, а тут оказывается, что у вас в ТУ действует достаточно большая боеспособная группа, которая просто начинает действовать на коммуникациях и наступать вам еще из тыла. Это все грозит окружением, и в итоге наступление на Ригу немецких войск было сорвано, и город устоял. Вот, как, кстати, вспоминали подчиненные, как Ковчег во время плавания, как он себя вел. Один из коллег писал, Три дня мотался с нами в море, не сходил с мостика, бессленную вахту держал, щуплый такой, а в деле железобетон какой-то, спокойный, весел, бодр, только глаза горят ярче. Увидит в море дымок, сразу насторожится ряд, и рад, как охотник, и прямо над дым. А об нем говорят много, и все, а он сосредоточенный, никогда не устающий, и делает свое дело вдали от шумихи, почти никогда не бывает на берегу, зато берег спокоен. Вот такие вот характеристики были очень популярны, и их было очень много в то время, и когда Ковчег уже станет командующим Балтийским морем. Зимой 1915-16 годов флот фактически не участвовал в боевых действиях, льды скрывали все передвижения, как нашего флота, так и флота противника. Но уже с 15-го года командующий немецким флотом Генрих Прусский запретит все выходы в море. Потери немцев на минах, чисто на минах, превысит русские в 3,5 раза, транспортов немцы потеряют вообще более чем в 5 раз больше, чем русские войска. И это будет сильно ударять по наступлению и вообще по ведению войны немецкими войсками. В итоге Ковчег и его заслуги в обороне Балтийских рубежей очень высоко оценят противник. И в связи с тем, что приближалось время Босфорской операции, Ковчега повышают в ранге, он становится вице-адмиралом и командующим Черноморским флотом. За Рижскую операцию ему будет, пожалуй, одна из таких наиболее ценных сухопутных наград, это Орден Святого Георгия 4-й степени. К нему начинают уже приезжать иностранные моряки, учиться его опытом. Он издает достаточно много брошюр, посвященных военно-морскому делу и минированию. И в итоге в 1916 году Ковчега в конце 1916 года переводит командующий Черноморским флотом. Черноморский флот был одним из самых крупнейших флотов мира. В основном все-таки Черноморский флот сосредоточился на надводной войне. Дело все в том, что Черноморское море не такой большой и глубокий театр военных действий, как Балтика. Там, во-первых, глубины меньше, во-вторых, само море как бы меньше, развернуться места, особенно подводным лодкам, не хватает. Главной задачей вообще Черноморского флота было владение Босфором и Дарданеллами и Константинополем. Еще до начала войны император Николай II вместе с союзниками по Антенте договорили, что основные, то есть два пролила Босфора и Дарданелла и Константинополь по итогам войны отойдут к России. Но и Англия, и Франция, скажем так, не сильно желали этого. Это означало несомненное увеличение авторитет, да и вообще мощи России в мире. То есть она получила то, за что боролась уже более чем два столетия. И в 1916 году английский флот попробовал провести знаменитую Дарданеллевскую операцию, на которой настаивал в то время и вообще руководил ее планом в Инстант-Черше. Операция закончилась полным провалом. Турция, имеющая, сама имеющая очень слабый в то время флот, но при этом ее береговые орудия были вооружены круповскими орудиями, то есть орудиями фирмы Круп. А в Турцию прибыли официально по военной помощи два крупнейших на то время и новейших немецких крейсера «Ёбин и Брислау», которые на тот момент не имели фактически аналогов в мире. Но, к сожалению, сохранилось только такие фотографии. И они были грозой фактически русского флота, хотя на них был поднят турецкий флот, но вся команда была немецкая. Также Черноморский флот должен был активно оснабжать Кавказскую армию, которая после наступления на Эр-Зурун и Трапезунт нуждалась в активном подвозе боеприпасов и техники. Также и должен был обеспечить свои рубежи, то есть это Севастополь, Одессу, Новороссийск, Керчь, которые постоянно находились под атаками немецких и турецких войск. В то же время прежний командующий Черноморским флотом был весьма человеком безинициативным, вялым. Фактически флот не участвовал в никаких боевых действиях. И вот Кавчак, командование, зная о том, что он знает, что такое десантная операция, она его как раз и получила в звание и перевела на Черноморский флот. Именно десантная операция и командование планировало взять Черноморский пролив. Кавчак прибыл, приехав в Севастополь, сразу же узнал о том, что в море вышел один из немецких крейсеров, это крейсер Бриславл. Отдал приказ сразу же выйти в море для его погоны, но выяснилось, что флот вообще не готов. Дело было уже к вечеру, флот не готов действовать в таких условиях, никто не знает, как плыть, и, в общем, выход не состоялся. Корабль уплыл. По отработанным на Балтике уже приемом, Кавчак заминировал турецкое побережье, заминировал Босфор. Гербин в итоге подорвался, кстати, на минах, и был полностью увиден из строя. Были организованы наблюдения за портами противника в рамках подготовки к босфорской операции, создание минных заграждений. И постоянно у берегов Турции курсировали миноносцы, тем самым сковывая движение как раз конвоев из Турции в Германию. Германия закупала Турцию, тогда очень важную легирующую добавку, полиметаллическую руду. В итоге основные турецкие порты были завинированы. Большинство вражеских судов вообще исчезли из Черного моря, потому что были завинированы проливы. Но при этом командующим приходилось, по сути, учить команду заново. Нередки были случаи во время, когда только Ковчак принял командование, когда он был на одном из миноносцев, и другой миноносец понагленно чуть ли бы не произошел столкновение. Потому что капитан корабля не умеет манипулировать. Он не смог свернуть в другую сторону, и там столкновение буквально не произошло по чуду, потому что корабли разошлись буквально в нескольких метрах друг от друга. Но отдельным эпизодом службы Ковчака на Черном море станет императрица Мария. Это станет одним из таких печальных эпизодов. Это был флагман флота в то время, один из самых новых линкоров, очень мощный. И в 1916 году он взорвался. До сих пор точно неизвестно, что послужило причиной взрыва. То есть он полностью затонул. Но большинство современных историков склоняются к мысли, что это была диверсия немецких диверсантов. Это было вполне логичное таким явлением. Корабль был очень мощный, сковывал действия немецкого эпизодского флота, и как бы его подорвали. Ковчак сам участвовал в мероприятиях по локализации катастрофы, иначе бы город, то есть императрица Мария находилась на рейде, и это могло грозить тому, что город банально взлетит на воздух и будет над ним бушевать головой пожар. В итоге корабль был затоплен, поднят уже после гражданской войны. Проливы. Подготовка операции Босфорда к босфорской операции происходила очень вжатые сроки, так как буквально за год нужно было полностью подготовить десанты, полностью подготовить операцию, но выполнить ее в итоге Корабль-Чак так и не успеет, потому что операция напланировалась на апрель 1917 года, изначально была на декабре 1916 года, но из-за событий на Румынском фронте она была отложена до апреля 1917 года, и из-за революции не состоялась. Конечно, трудно относить к успехам или неудачам, адмиралам, но тщательная проработка операции, полная подготовка флота и наземных сил к этой операции, полная подготовка в плане разведки может говорить о том, что операция включалась бы успехом. К тому же, как я уже говорил, в то время такие операции были новшеством, и вряд ли бы турецкие войска смогли бы активно реагировать на русское наступление в ходе десанта. Пилеонным моментом в жизни вообще страны, и, в частности, адмиралом станет февральская революция. Он, ну, как бы Галчак принял ее, когда был на Кавказском фронте с визитом у главнокомандующего Николая Николаевича. Россия была уже к этой революции, скажем так, готова, то есть неудачи на фронте к тому времени раскалили страну до предела, успехи Черноморского флота были единичными. Мы о революции уже в конце 16-го года говорили и речи в Государственной Думе, то вообще всей прессы. Ну, Кавчаку было не до этого, он готовился к операции, у него было очень много дел, и он, как бы, не обращал на это сильного внимания. Ну, когда узнал он о февральской революции, первое, что он сделал, сразу же прекратил всяческое сообщение о большой земле. База Черноморского флота находилась в Севастополе, в Севастополе это Крым, и в то время прекратить всяческую связь с землей было очень просто. Ну, ни телефона, ни интернета нет, связь это телеграф, прервать несложно. Причина была одна. Различные слухи, которые приходили бы с материка, привели бы к волнениям на флоте, и возможно, что его судьба оказалась бы такой же плачевной, как судьба тогдашнего глава Балтийского флота, главнокомандующего Непенина, который был расстрелян буквально в первые дни после революции. Калачак понимал, что флот нужно немедленно успокоить, он все-таки состоял из таких матросов, которые у нас были с революционным настроем, и оказалось, что самым таким продуктивным методом станет выход флота на боевое дежурство в Черное море. То есть команде думать некогда о забастовках, о каких-то волнениях, она занята полностью работой, занята войной. Но волнения все-таки начинаются, в основном они были связаны не с какими-то там претензиями к вообще командирам, к офицерам, а с претензиями к офицерам с немецкими фамилиями, с обвинениями в шпионаже. Вообще это станет большой проблемой Первой мировой войны, когда буквально посыпятся обвинения. Калачак же их полностью отвергал, они, на черном море служило много офицеров с немецкими фамилиями, Калачак их полностью отвергал, но это в итоге переросло в том, что Калачака вынудили полностью признать Временное правительство, отправить им приветственную телеграмму, но в это же время он ставит, по сути, ультиматум правительству. То есть он соглашается с условиями, ладно, вы захватили власть, ладно, я согласен с вашими условиями, но при одном, скажем, в таком условии. Я хочу, чтобы война продолжалась и сохранялась армия в том порядке, в каком она есть. То есть никаких арестов подчиненными своих командиров, никаких нарушений присяги, ни смещения с должности офицеров, ни отказа от службы матросов и офицеров. В дальнейшем Калачак продолжает выводить флот в море, что препятствует развитию революции. Калачака вызывает в командировку в Петроград на большое совещание главнокомандующих фронтов, где он еще раз убеждается в том, что армия, по сути, развалена, Балтийского флота нет. Родзянка, кстати, очень высоко оценив деятельность Калачака по сохранению боеспособности Балтийского флота, но Александр Васильевич быстро развеял его, так скажем, радостное настроение, сказал, что, в принципе, у него до взрыва, до такого взрыва отстается буквально немного. Перед завещанием Калачак встречается с Лихановым, просит того призвать, пригласить на Балтийский, на Черный флот опытных агитаторов, которые смогут, как бы так, проводить агитацию, но проводить ее планово, и не нарушая, скажем так, установленных обычаев. То есть, из этого следует, что Калачак принимал правила игры, да, он понял, да, революция есть, ладно, монарха больше нет, да, давайте у нас будет временное правительство, не будет монархии, но давайте, чтобы все шло в полном порядке. То есть, у нас все-таки война идет, у нас идет война, и мы не можем сейчас просто развалить армию, закончить войну. К чему в итоге это приведет? Отдельным результатом станет поездка черноморской делегации, отдельные такие, самые, наверное, доверенные офицеры и матросы адмирала отправятся на фронты, на Балтийский флот, с целью проводить там, как бы, свою агитацию, скажем так, не контрреволюционную, но контрхаусную, то есть предотвращать хаос войска, предотвращать уход, отказ войск от войны, от дезертирства. Ковчак сам, ну, не отличался такими уж, скажем, монархическими взглядами в стране. Он, Николая II, кстати, очень сильно недолюбливал, очень сильно недолюбливал кабинет министров, который был при Николае. В частности, это было связано вот как раз со свертыванием его морской программы, очень активно высказывался за Государственную Думу, но при этом он всегда говорил, что он далек от политики, его главная задача вот довести войну до конца. Кто будет, при этом, какая будет форма правления, ему не важно, главное, чтобы она могла закончить войну. Победа революции стала фактом, Ковчак принимает ее, он организует даже торжества по поводу похорон жертв революции, то есть активно участвует в них, воспринимает республиканское правление, он проводит жизнь, знаменитый приказ номер один о создании рабочих, солдатских, матросских комитетов. В эти комитеты, кстати, будут входить и офицеры, в том числе офицеры штаба, главкома. Об этих собраниях полностью докладывалось адмиралу, и эти учреждения поначалу даже вносили определенное спокойствие в деятельность флота. Но все усилия в итоге оказались отщетны, как бы в итоге все равно начинаются волнения, очень серьезные, начинаются серьезные взрывы. Первым из таких станет инцидент с генерал-майором береговой службы Петровым, который обвинят в злоупотреблениях, и команды потребуют его ареста. Ковчак, естественно, по своему ультиматуму откажется в этом и отправит причему уже тогдашнему главе временного правительства к Керенскому. Тот понимал, что это очень такой ценный ресурс, ценный офицер, чтобы им просто так разбрасываться, и сам прибудет в Севастополь для того, чтобы успокоить настроение матросов. Но положение в Севастополе после этого не улучшится, начнет стремительно ухудшаться, и Ковчака начинает обвинять в злоупотреблениях, в том, что очень, так скажем, как бы сейчас сказали, много наворовал, был занят в коррупции, погряз коррупцией, имеет там шикарные виллы и дачи во Франции. Ковчаку это было совершать все очень обидно. Как ни странно, одно из первых лиц государстве реально в то время не имело даже своего собственного дома. То есть Ковчак все время ему квартиры или дома обеспечивал государство, и фактически он за свою жизнь ничего не нажил. То есть, на виде золотой запас к нему придет гораздо позднее, да и из него и потратить не копейки. Ну и итогом службы Ковчака на Балтийском входе станет приказ о сдаче офицерами холодного огнестрельного оружия. Это станет последней каплей. Ковчак в своем известном эпизоде не был отражен в фильме, что требует ему сдать его золотое оружие, георгиевское оружие, врученное ему за порт Артур, и он его выкидывает за борт. Это реальный исторический эпизод, после которого Ковчака отстраняет руководство флотом, причем отстраняет временное правительство, за, как они написали, за бунт, поднятый на флоте с целью контрреволюционной деятельности. Ковчак отбывает Петроград и ему предлагают отправиться в Америку, когда оказывается, что американские командования планируют свою дарданельскую операцию. Вот как раз группа русских и американских морских офицеров уже в Нью-Йорке. Правда, Ковчака его близкий друг и соратник Михаил Смирнов. Ковчак отправляется сначала в Америку, но уже по пути он узнает о том, что его миссия, по сути, исчерпана. Американская командование никогда не планировала и не собиралась планировать дарданельскую операцию. Он пробудет в Америке буквально несколько месяцев, в основном займется лекциями, прочитая отряд лекций в институте, прочитая, ну, поможет там своим, так скажем, морским коллегам по поводу минирования, вопросов минирования, то есть в чем-то их просветит. Но в итоге считает он свою миссию в США провалившуюся и принимает решение возвращаться в Россию через Владивосток. Когда он прибывает в Икогаму, в Японию он узнает о том, что большевики захватили власть и уже в пути узнают о начале Брестских переговоров. Это как раз и стало причиной того, что адмирал начнет деятельность против большевиков. Все, что он с таким трудом навоевал на Балтийском, на Черном море, будет в итоге отдано. То есть Россия по Брестскому миру потеряет фактически все свои достижения, еще и ряд своей территории. И после этого он начнет свое участие в белом движении, которое для него окончится крайне плачево. Первая мировая война стала звездным часом для адмирала. Он получил шикарное признание и за рубежом, и в нашей стране. Смог защитить Балтийские и Черноморские рубежи, отразить нападения немецких и турецких войск. На Балтике была полностью парализована вообще работа немецкого флота. Захват Риги и уничтожение Петрограда так и не состоялись. А сам факт, как оценить деятельность Ковчака на Черном море, можно оценить такой фразой. Немецкий адмирал после того, как Ковчак был ввозван в Петроград, в последний раз, когда он полностью оставил командование, в этот же день крейсер Брестлаву вошел в Босфорум, спокойно прошел по ключевым военно-морским базам Черноморья, спокойно ударил по Новороссийску, затопил ряд крейсеров, 5 или 6 эсминцев, спокойно и спокойно вернулся обратно. Такие походы до входа до конца войны стал абсолютно нормальным занятием, и немцы и турки полностью будут руководить в Черном море. Ну, Ковчак, как бы, скажем, его причиной как раз перехода к Белому движению и стали вот такая вот политика большевиков, которая была направлена на... Ну, в итоге Россия потеряла все, что имело по итогам Первой мировой войны, и в итоге Ковчак станет одним из руководителей Белого движения. Как ни странно, как раз этот эпизод жизни, ну, не эпизоды, даже страницы его жизни, то есть участие в Первой мировой войне в литературе раскрыт крайне слабо, историки и наши, и зарубежные в основном останавливаются все-таки на гражданской войне, хотя, ну, даже если чисто по годам, она занимает гораздо меньший этап его жизни и, скажем так, гораздо менее красочный, можно, наверное, сказать, менее интересный. В данный момент, как бы, постепенно это справляется, появляются работы по его исследованию на Черном море, на Балтике. Ну, надеюсь, в дальнейшем это будет достаточно развиваться. Ну, еще в конце хотелось бы сказать по поводу фильма. Ну, фильм, да, действительно хороший, такой красочный, красивая любовная история, но, да, с исторической точки зрения, его авторы сильно сэкономили, там он открывается как раз вот морским боем, когда маленький миноносец спокойно принимает бой с немецким тяжелым крейсером, заманивает его на мины, и крейсер красиво взрывается. Ну, в данном случае, по-настоящему этого эпизода не было, но на Балтике был очень такой красочный эпизод, когда русские корабли попытались перехватить немецкий конвой, там около шести кораблей участвовало, тяжел, в том числе крейсера, один линкор, и там разгорелся достаточно такой красочный, красочная погоня, красочный в итоге бой, что как раз имело бы смысл отразить в фильме. И очень, так, ну, на мой взгляд, некорректно показано руководство Калачаком Балтийской, Черноморским флотом, там, ну, Калачак ведет штабную жизнь, здоровается с моряками, там проводит у них там осмотр корабля, пищу пробует, хотя боевых действий на Черном море хватало. Ну, наверное, на этом все. То есть, вот основные аспекты службы Калачака на Черном море я попытался отразить. Спасибо.